У меня вот такой вопрос, понедив мою безграмотность в этом вопросе просто. Значит, вот какая вся разница в истории развития Земли и Марса? Это первый вопрос. Если Марс... правильно ли я поняла, что Марс потерял атмосферу, которая была где-то 3 миллиарда лет назад, да? Почему эти события, которые привели к потере атмосферы Марса, и, не почему, повлияли ли эти события на Землю? Ведь раз это все источником было Солнца, то интернетов надо было сильно пострадать в этот период. Нет, Солнце светило для всех одинаково. Да, да, да. Для Ленеры, для Земли и Марса. Здесь огромную роль сыграла масса планеты и ее расстояние от звезды, и активность, уровень активности Солнца. Вот, оказывается, подбор этих параметров для планет, которые, с точки зрения астрономии, образовались в одной точке, в общем-то, близко очень, там в пределах же одной астрономической единицы, даже меньше, да? Оказывается, что активность Солнца и положение планеты играет критическую. Есть еще один момент, конечно. Я совершенно ни разу не сказал про магнитные поля. Магнитные поля играли достаточно важную роль, и, наверное, для формирования жизни и так далее, потому что они защищают планеты от звездного ветра. Здесь еще очень открытый вопрос. У нас нет измерений магнитных полей у экзопланеты и так далее. Есть некие теории, есть некие сторонние свидетельства, что магнитные поля присутствуют и так далее. То есть, вот весь комплекс процесса... Магнитные поля важны, конечно, для звездного ветра, солнечного ветра, который приходит. Но вот весь комплекс, оказывается, игра вот этих параметров, расстояние от звезды, самой планеты, ее масса, то есть, насколько она может держать атмосферу. Ну и, естественно, то вещество аккумулировали исходно. На стадии оккреции они одинаковы практически. У всех трех планет должны быть океаны и так далее. Еще один вопрос. Значит, раз 3 миллиарда лет назад Марс, по сути, потерял атмосферу, было ли у него время, чтобы там развилась какая-то жизнь, которую мы, собственно, там хотим найти? Здесь, знаете, ну, как в хорошей истории, как в хорошем фильме, есть положительная сторона и отрицательная. Есть две теории. Есть теория холодного Марса и есть теория теплого, временами теплого. Есть теория, что там упал астероид, который чуть ли не океан образовал и так далее. А каждая из теорий селективно подбирает наблюдательные данные, которые приходят. И вот результат Мэйвена о том, что солнечная активность, суперспышки. У нас есть теперь свидетельство, что на Солнце была суперспышка. И как вы думаете, как давно? Между 3,6 и 3,9 миллиарда лет назад. А суперспышка, это в тысячу раз энергии больше, чем вот теперешние вспышки. Вот обычная вспышка, помните, там в канате все вырубило и так далее, магнитная гора, горя. А суперспышка, это в тысячу раз больше энергии. Нашли, по-моему, по намагничиванию вот тех, 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 того материала, который во время Аполлона был привезен на Землю. И нашли свидетельство, что вкрапления очень тяжелых ионов, которые характерны, и их количество, которое характерно у нее суперспышка. Суперспышка могла сорвать все, что угодно, вот эту атмосферу. И мы видим суперспышки для других звезд солнечного типа, более молодых. Это не Кеплер. Это один из, может быть, тоже очень мощнейших результатов миссии Кеплера, потому что мы набрали статистику активности других звезд, не только экзопланеты, которые мы видим, но и вот. Для Марса там есть еще одно загадочное событие, потеря магнитного динамо была, то есть она сформировалась. И вспышки, суперспышки, это значит, что солнечный ветер, в данном случае, просто проникал глубже в атмосферу, и это Землю защитило, защитило магнитное поле, Венеру защитило плотное атмосферу. А Марс ничего не защитил? А Марс ничего не защитил? А Марс поменьше планеты, гравитация поменьше, он потерял на стадии паровой атмосферы достаточно много. И было магнитное поле, оно, наверное, защищало. И, возможно, вот в этот период, после тяжелой бомбардировки, там что-то, вот эта вся биологическая активность там и так далее, могла сформировать какие-то, как тут, осторожнее сказать, да, пребиоту или биопу. Это был общий, несколько философский вопрос. Вот наблюдательные данные позволяют ли говорить о существовании неких общих закономерностей формирования первичных атмосфер? И вся специфика развивается уже на эволюции атмосфер в зависимости от расстояния и всего. Или есть уже неопределенности, закономерности не существуют в зависимости от поведения молодой звезды, вообще формирования звезд. То есть наше наблюдение пока временное на основе того, что мы имеем. Или мы можем ожидать еще какие-то закономерности на уровне, исходная материя взрыва без нее одинаково распределилась, допустим. Но процессы могут идти как на уровне формирования звезд, так и формирования планет у звезды. Что здесь можно сказать? Ну, на мой взгляд, Я не консерватор в этом области. На мой взгляд, мы сейчас более-менее представляем. Может быть, больше акцент на менее. Но, скажем, вот наш Юпитер, Сатурн, это первичные атмосферы. Вот то, из чего когда-то возникла эта планета, это водород гелевые атмосферы, и туда дальше. Но Плутон уже, вот сейчас там Нью-Хорайзен пролетал, Плутон, атмосфера чуть-чуть уже загадочная оказалась. Активность звезд. Это очень важный момент. Мы обращали вот общую схему, когда звезда молодая, потом она садится на главную последовательность. Но вот вы знаете, даже вот перед нашей конференцией, наверное, месяц назад вышла работа из химиков, биохимиков и астрономов из, по-моему, Эймс, центра, о том, что когда произошла суперспышка, либо вспышка, химия в атмосфере, уже вторичной атмосферы Земли, сильно поменялась, потому что у нас же атмосфера из азота молекулярного, молекулярный азот инертный газ. Но проникновение вот при суперспышке, скажем, плазмы солнечного ветра достаточно глубоко, оно привело к диссоциации молекул азота. И я уже не берусь, они посмотрели, что их химические схемы позволяют образовывать довольно сложную органику, формирующуюся на азотных основаниях. Это вот эффект суперспышки. Суперспышки – вещи непредсказанные. Довольно сложно предсказать. Мы знаем только статистику в последнее время благодаря Кеплеру. Но будет на Солнце. Солнца сейчас, наверное, скорее всего не будет, но иногда там отважные люди пишут, что может быть даже в актуальном Солнце возможно суперспышка. Солнце нет весьма-весьма катастрофическим явлением. Но с одной стороны это потеря, а с другой стороны вот эта химия заварилась, которая пришла энергия довольно глубоко в атмосфере. Я не помню, по-моему, даже до поверхности там доходит вот та плазма. Это не плазма, это лучи. Ускоренные солнечные конкурические лучи у нас макро. Плазма не может дойти никак. Хорошо, спасибо. Ну, плазма, да, согласен.